Мы, ребята, дошколята, очень дружные ребята. Сейчас мы все переживаем, поздравление начинаем. Мы славим вас, строители Альметьевска. И праздник ваш с любовью отмечаем. Конечно, трудно, никто ведь и не спорит. А кто, кроме вас, нам город построит? Страха ладится, кипит, а душа ликует и поет. И до часа хватит, не ворчи. Тем, кто трудится не на селовом, дрелью и белой. Мы желаем много счастья, не стоит под стрелой. За детский сад, за наш дельфин. Мы вам спасибо говорим. За счастье, радость и уют строитель. Ура, строю! Возможно, кто-то из этих ребятишек в будущем выберет профессию строителя. О том, в чем она заключается и как меняет жизнь других людей к лучшему, они теперь знают очень хорошо. Ведь они стали свидетелями удивительного преображения своего детского сада. 1 августа дельфин встретил своих маленьких обитателей в совершенно новом облике. На сумму в 5 миллионов рублей, выделенную нефтяниками, здесь был проведен большой объем работ. В здании выполнили ремонт пищеблока, медицинского блока, обновили прачечную, установили защитные экраны на все батареи, заменили раковины и смесители в моечных. Частично обновлен линолеум. Также здесь была полностью заменена кровля, выполнен ремонт соколя, обустроены входные тамбуры. Овощехранилище детского сада, находившееся прежде в аварийном состоянии, восстановлено. Радует, говорят сотрудники, что в здании установлены новые окона. Раньше, с наступлением холодов, приходилось по старинке утеплять окна подручными материалами. Нашему детскому саду около 40 лет, последний капитальный ремонт прородился в 2005 году. Мне хочется поздравить с Днем строителей и пожелать крепкого здоровья, счастья в личной жизни. Обновление здания – это большое событие для всех – сотрудников, воспитанников и родителей. Все работы прошли при активном участии мам и пап. Они сами занимались косметическим ремонтом в группах. Кажется, что и игры стали веселее и радостнее стало ребятам приходить в обновленный детсад, говорят воспитатели. После перерыва на ремонт обновленный дельфин снова живет своей обычной размеренной жизнью. Прогулки с детьми на свежем воздухе, занятия в группах, тихие часы.